Музыка Коллеги, мне кажется, несколько ключевых сегодня тем прозвучало, и мне кажется, можно на них определенным образом ответить, причем пользуясь в том числе российской отечественной традицией. Хотя, конечно, были хорошие предложения использовать и зарубежный опыт в сфере легал дизайна. Первая тема, мне кажется, ключевая, это вопрос правопонимания. Вот здесь, мне кажется, ключевой ответ. Если мы все еще в плену нормативизма, тогда, конечно, мы будем продолжать заниматься законодательной инфляцией, порождать неработающий закон и стремиться к его практически идеальной точности, но не достигая никакого юридического эффекта. Потому что мы все совершенствуем правовую форму, которая далеко очень оторвана от тех запросов, которые мы видим как раз в среде нашей общественной жизни. Отчасти сегодня уже прозвучали эти ответы, и я думаю, что не секрет, наверное, что широкое понимание там или коммуникативная концепция права дает этот ответ. Нас интересует ведь в итоговом моменте праворегулирования как раз не сама форма, которая была в текстуальном виде изложена. Мы же понимаем, что там заникает напряжение между нормативностью, а она всегда неопределенная, потому что она никогда деталей конкретного события, случая не может учесть между нормативностью и как раз индивидуальностью того момента, который требует какого-то юридического разрешения. Но вряд ли мы заранее понимаем, какова будет цена продукта или товара в купле-продаже, хотя закон предлагает какие-то модели ее согласования и определения, она же там не фиксируется. Наверное, мы никогда не можем сказать наверняка между этими организациями, как поставка будет производиться, с использованием перевозки или это будет доставка какими-то силами поставщика. Все это мы видим в конкретно взятом отдельном случае, и не надо ждать от текста закона, что он на все эти вопросы даст ответы. Мы сегодня, и мы это на уровне нашего регионального парламента в Талтайском крае видим, есть стремление, кстати, порождаемое, видимо, вопросами судов сегодня, стремление уйти в казуистичность. Казалось бы, мы это когда-то преодолели уже, этот казуистический язык, когда мы делаем составы правонарушений на несколько страниц административных проступков, когда мы говорим, например, о правах благоустройства или требованиях, связанных с комендантским часом. Вот мы недавно принимали эти документы в парламенте. Я понимаю причины, что надо его поддержать, этот документ, но не понимая, почему мы должны идти по этому пути казуистичности. Абстрактность должна нас выручать. А уже в практике правоприменения суд на уровне каких-то банкетных норм отыщет решения. В каких-то из актов подзаконных или муниципальных документах найдет как раз необходимые правила, которые столкуют и применят к этой жизненной ситуации. Поэтому вот с точки зрения ключевого вызова, мне кажется, ответ в понимании права. А мы соответствующим образом должны готовить того профессионала к этому правопониманию с ценностными ориентациями. Если он, к сожалению, только видит правовую форму, то он так и будет пытаться на уровне антикоррупционной экспертизы отыскать все, извините меня, блохи, да, и все равно не сможет предотвратить коррупцию. Вы понимаете меня? Я когда впервые увидел документы, связанные с антикоррупционной экспертизой, не в целом, я говорю только в части юридического языка, был удивлен. Мы ставим крест на юридической профессии тогда. Мы полностью нивелируем юридическое толкование. Зачем нам устранять до просто некой неузнаваемости в языке права, делая ее просто обезличенной, эту формулу? Кстати, вот я недавно делал выступление у коллег в МГИМО, затрагил три периода, как мне кажется, в развитии русского юридического языка, анализируя законодательство, юридическую доктрину и судебные речи. Я, к сожалению, прихожу к убеждению, что мы идем по пути омертвления юридического языка, его безжизненности и формальности. Ну, где сегодня великолепные судебные речи, да? Мы практически их не наблюдаем. Почему мы идем по пути формуляров и каких-то, да, шабуловных документов, которые упрощают, технологизируют нашу работу, но при этом мы совершенно что не понимаем, что... Жизнь-то она ведь богача. Вот сегодня классно было выступление от коллеги от бизнеса. Действительно, там же ведь вопрос возникает в том, что жизнь-то совершенно другая, и юристы ее не понимают. Мне кажется, вот эти две, наверное, как раз магистральные дороги, про которые сегодня говорили, или кастовая закрытость нашего юридического сословия со сложным юридическим языком, а по этому же пути англоамериканский мир и пошел. Сегодня о премьере говорили попыток понятного языка, но ведь там-то, видите, язык совершенно непонятен. Там цена юридических услуг просто колоссальная дорога. Мы же должны тоже это понимать, насколько мы по этому пути можем пойти. Другая версия – упростить до нельзя. Ну, это ли выход, мы просто этого никогда не добьемся. Это, видимо, недостижимая для нас задача. Видимо, где-то ответ, в общем-то, посередине. И спасительный якорь, мне кажется, он находится в доктрине юридическом образовании. Сегодня эти предложения звучали. Мне всегда так казалось, и мы этот идеал, в общем-то, всегда несли в юридическом образовании, что юрист – это универсальная профессия. В этом-то как раз его, наверное, ключевая задача. Он – коммуникатор. Он – то лицо, которое, общаясь с представителями разных профессий, цехов, может обеспечить необходимую коммуникацию как нормотворчество, переводя запросы этих профессиональных сфер на понятный юридический язык для того, чтобы обеспечить качественную право и регулярность. С другой стороны, он же потом и применяет эти подходы, выработанные благодаря как раз коммуникации с практикой. Вот, наверное, сегодня ключевая проблема, где мы видим рождение права. Я вот тут не соглашусь, Елена Борисовна, мне кажется, дело не в инженере. Инженер у нас сегодня не общается ни с кем. И часто документ у нас такой, он чиновничий, произвольный. А с кем он пообщался от специализированного круга как раз? Вы меня не поняли. В акте социального взаимодействия простейшим. Ну, может быть и так, Елена Борисовна. Я позволю себе продолжить. А ему надо разделить, он из элементов состоит. Это не такая простая вещь. Непростая вещь, поэтому вот эта коммуникация как раз... Наши не одно, а два. И два действия как минимум разные. Согласен, Борисовна. Это вообще-то логический квадрат. Коммуникация с профессиональным кругом, она просто необходима. Иначе мы как раз и будем порождать те документы, которые совершенно будут неадекватны, неадаптивны для тех задач, которые сегодня есть в практике тех или иных организаций, бизнес-структур и просто субъектов права. Причем сферы совершенно могут быть разные. Есть где, да, требования, может быть, понятности, наверное, в какой-то степени обеспечены в взаимодействии с гражданами, но где есть профессиональный мир, достаточно сложный. Конечно, мы понимаем, что здесь роль коммуникатора и юриста возрастает. Если говорить о способах, вот хорошей действительности решения, которые используют юридические факультеты Санкт-Петербургского университета, это использование новых дисциплин как раз в преподавании юристам. Мы как бы не новы, мне кажется, мы часть вопросов решаем традиционными дисциплинами, начиная с теории права, заканчивая теорией толкования права, юридической квалификации, юридической техники. Но мы уже на протяжении четверти века с коллегами-лингвистами работаем над одной из программ. Она, правда, реализуется на филологическом у нас направлении, это юридическая лингвистика. Вот как раз там мы пытаемся подготовить того, кто будет надлежащим образом обеспечивать лингвистическую экспертизу, объясняя, что иногда завышенные лингвистические требования, они есть. Ну, например, для лингвиста совершенно непонятно, как можно совершить правонарушение. Это плеоназм. Там уже есть глагол внутри. Или, как иногда у нас в законодательстве часто используются отглагольные существительные, причем иногда 3-4 подряд. Ну, у лингвиста резонный вопрос, такого допустить нельзя. Мы же пытаемся в некоторых моментах сделать какие-то допослабления, пытаясь объяснить, что в некоторых случаях такие вещи просто необходимы и неизбежны. И второй, да, как бы путь, наверное, здесь, мне кажется, совершенно уместный, это, наверное, повышать требовательность к русскому юридическому языку для наших и абитуриентов, а потом уже и студентов. Другого здесь просто пути нет. Если мы хотим обеспечить надлежащее качество этого регулирования, конечно, это должен быть человек высокой языковой культуры. Без этого и никуда. Ну, я же не буду, наверное, тоже говорить о сложностях, которые сегодня есть при отборе как раз в юридические вузы, но это имеет место быть. Мы имеем то сегодня в законодательстве, то, что мы имеем в юридическом образовании. И надо это признать сегодня. И там эти проблемы, они существуют. Когда нередко стыдно просто читать юридические документы, подготовленные нашими даже выпускниками. Уж не говоря там о первокурсниках или второкурсниках. С точки зрения элементарного юридического языка я уже не говорю там про какие-то серьезные сложности. Поэтому, наверное, ответ сегодня, мне кажется, должен быть в том, какую модель мы юридического образования построим и как используем отечественную доктрину. У нас все достаточно было хорошо наработано. Какие успехи давала, заканчивала советская иероспруденция уже, да, ближе к 80-м годам, когда мы видели эпоху кодификации. Первые автоматизированные системы обработки информации в Институте законодательства советского, да, при как раз руководителях тогда и попытке создания свода законов, они же были успешными, быстро забытыми, кстати. Вот на другой секции работает коллега Ищук, она об этом тоже наверняка говорит. То есть, в общем-то, качество юридической профессии было должно. Мы до сих пор пользуемся этими плодами. И мне кажется, сегодня лишь нужно этот потенциал использовать и более активно применять в нашей юридической практике. Спасибо, коллеги, за возможность выступления. Спасибо большое. Спасибо, Антон Александрович. Спасибо. 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 Спасибо.